Всем привет с вами Precious и в этом видео я коротко расскажу про событие диск усиления. Дам вам пару советов по прохождению первого подземелья и покажу как я закрыл его на семь с половиной тысяч очков. Сам ивент продлится еще 9 дней и грубо говоря будет поделено две части. В первой вы будете получать награду за зоны поиска. Добравшись до отмеченной области первым делом уничтожайте камни мутации, так как они усиливают противников. После этого зачищайте область и забирайте награду. Во второй части события вы будете получать камни истока за первое прохождение подземелья и дополнительную награду зависящую от количества набранных очков. Исходя из того что у нас будет три подземелья для того чтобы получить все предметы, вам достаточно каждое пройти со счетом 4000 очков. До начала боя вы увидите особенность уровня и список противников с которыми встретитесь. Кроме этого вы сможете настроить диск усиления для одиночного или совместного прохождения. В нем за установку бафов будет расходоваться движущая сила, а она зависит от силы уровней персонажей вашего аккаунта. Если этот показатель у вас маленький вы сможете повысить его при помощи героев друзей. Перед выбором группы вам нужно будет настроить условия испытания. Именно с такими дебафами я прохожу следующий фрагмент. Если вы не уверены в своих силах, то в первую очередь выберите сложность, а уже дальше добавляйте отрицательные эффекты. Сейчас на ваших экранах прохождение первого испытания, а я тем временем дам пару советов. Не забывайте, что в этих боях вы можете использовать еду для бафов, лечения или воскрешения. Это огромный плюс и не стоит его игнорировать. В море блуждающих душ лучше себя покажут персонажи дальнего боя. Но если вы проходите на милишниках, держитесь подальше от умирающих призраков. Кроме этого вам будет сложнее отслеживать атаки магов бездны. Поэтому лучше кайтить противников и стараться собрать их в группу, а уже после врываться под всеми бурстами. Само собой, любой контроль поможет вам в этом бою. И огромным плюсом на этой сложности для меня были щиты, так как без них любая атака противников сдувала моих персонажей. После появления магов бездны старайтесь как можно быстрее их убить. По моему мнению это самый опасный противник в текущем испытании. В остальном тут как и в бездне решает экипировка и плюс-минус адекватные группы. Если у вас этого нет, попросите друзей протащить вас в совместном режиме. А тем у кого нет друзей, сочувствую и предлагаю помощь. Пишите в комментариях, договоримся. Кстати рассказывайте сколько вам удалось набрать очков за первое подземелье, мне очень интересно. Судя по официальному сайту, дальше противники будут веселее и скорее всего я уже не повторю свой результат. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok